Приветствую вас, давайте мы с вами поисследуем немножечко то, что вы написали. Начать нужно с того, что ваши отношения изначально базировались на том лишь, что вы помогали девочке, то есть вы пытались ей помочь, вы пытались что-то для нее сделать, вы завоевывали, вероятно, ее. Вот. А из-за того, что вы ее завоевывали, да, девочка, в общем-то, занимает такую, я бы сказал, пассивную позицию, чересчур. То есть она выступает, по факту, она выступает только лишь принимающей стороной. Вот. Она выступает принимающей стороной, но не активной стороной. К сожалению. Вот. Она выступает не активной стороной. И это нагладывает отпечаток на все ваши отношения, потому что она в этих отношениях выглядит так, как будто ей вообще-то это не надо. Да, то есть она может вас отдалить от себя. Вот. Она может как-то, ну, сделать, чтобы вам было некомфортно, да, вот. И, соответственно, соответственно, вы занимаете куда более проигрышную позицию. Поэтому я думаю, что вам для начала очень желательно чтобы вы рассмотрели возможность, да, вот именно возможность рассмотрели, перевода ваших отношений в плоскость, ну, такую, более равнобранную, что ли, да, более равнозначную плоскость. Вот. Это помогло бы вам. Это помогло бы вам. Ну, скажем так, это могло бы помочь вам для вас. Устраивать с девочкой отношения более независимые, а не такие, как сейчас, что вы активно пытаетесь, там, ее завоевать. Вот. Хотя, в общем-то, завоевать ее у вас, может быть, и получается, но это создает, знаете, такую вот стрессовую ситуацию. Понимаете? Понимаете? Для вас, опять же, дает это стрессовую ситуацию, по сути. Ну, вот. Поэтому, желательно, чтобы вы, ну, вот на это обратили внимание. Это первое, что важно в дело. Второе, знаете, вы, как бы, ну, не проявляете свою, скажем так, свою защиту. Вы себя не защищаете в отношениях. Вообще. Понимаете? Скажу. Как бы, вы не говорите, например, ей, что вы, допустим, там, делать что-то не будете. Вообще. Вы не говорите ей об этом. Хотя, это, вообще-то, очень важная история. Очень важно, чтобы вы говорили об этом. Что вам не нравится. Что вас, значит, что-то не устраивает. Вот. Понимаете? Этого не происходит. То есть, вы не выражаете девушке свои чувства, кроме только того, что, ну, кроме только того, что, знаете, ей в любви. О. И не общаетесь вы с ней, ни по какому другому поводу, кроме как по, кроме как по тому поводу, что вы ей либо помогаете, либо, либо, как бы, обсуждаете отношения. Либо у вас все хорошо, и вы просто, ну, условно говоря, ласкаете, грубо говоря, да? Вот. Понимаете? Это такой момент. Дальше. Цель. Вы пишите. Я не знаю. Я не знаю. Что делать. Опять же, не знаю. Что делать, чтобы что? Цель у вас какая? Вот конкретно цель какая? Что делать, чтобы что вы хотите? Вот. Что вам нужно делать. Вот это мне кажется... Эммм... Значит... Вот... Так же... Нужно исследовать. Вот. Дальше, смотрите, ну вот, в принципе, такая вот история. Я думаю, что основные моменты вашей ситуации я раскрыл. В целом, здесь желательно бы более, скажем так, корректно, более конкретно выразить вашу позицию по поводу своего положения в отношениях, да, вот, и донести её до девочки. Тогда она, возможно, и будет чувствовать себя с вами лучше. Сейчас она этого не может, потому что вы ведете себя с ней, ну, слишком, слишком, ну, может быть, слишком покорно. Ей кажется, что вы ведете себя слишком покорно с ней. Вот, может быть, здесь ещё какие-то, ну, какие-то причины, да, какие-то аспекты. Тут вот тоже нужно исследовать этот момент, потому что это важно. Вот так. Я вижу, что вы комплексуете по поводу своего внешнего вида, да, что вы тихоня, что у вас тут комплекс, комплексы, возможно, вот эти вот имеются, вот, а, ну, ну, может быть, может быть, имеются, в этом я не очень уверен, но, может быть, имеются. Вот. Примерно так. Примерно так, я думаю, можно вам ответить на ваш вопрос, который вы задаете. Свою неуверенность вам можно повысить. Понять, что вы хотите в контексте девушки, можно помочь понять, что вы хотите в контексте девушки. определиться с тем, что вы хотите для себя и какова, условно говоря, вот цель, именно цель того, что вы пытаетесь будущее свое определить с ней, то есть о семье, о семье мечтаете и так далее, тоже нужно. Потому что это явное, это явное забегание немножко вперед. Это явное забегание, но немножко вперед. Понимаете? Какая история. Вот, соответственно, то, что я могу вам сказать, то, что я могу вам ответить. Я понимаю, что этого немного, но тем не менее, тем не менее, тем не менее. Вот, соответственно, так. Вот, соответственно, так. Такой, соответственно, момент вам можно дать в качестве обратной связи. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. А если у вас остались вопросы дополнительные, вы можете задать мне их в личку, я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Удачи вам.